Ну что же, давайте продолжать, а точнее начинать. Значит, давайте записываем. Первая тема называется «Введение в психотерапию тревожно-фобических расстройств». Введение в психотерапию тревожно-фобических расстройств. Как и по традиции, да и правильно начать курс по коррекции, эмоциональной коррекции, эмоциональному интеллекту с пониманием того, что здесь есть два портрета клиентов. Первый портрет клиентов – это люди с невротическими расстройствами, которые так или иначе сопровождались или сопровождаются определенными психофизиологическими явлениями. И второй портрет клиента – это люди, которые не сталкивались с тревожно-фобическими расстройствами, но они хотят научиться управлять своими эмоциональными состояниями, взять себя, что называется, в ответственный выбор за свои реакции и эмоции, чтобы на переговорах и в прочих жизненных ситуациях принимать решения более здраво, более взвешенно. Значит, поэтому курс, он будет как бы полезен для всех этих двух портретов и непосредственно решать каждую задачу из этого портрета клиентов. Но первое занятие сегодня у нас начинается с портрета клиента с невротическими расстройствами. Для того, чтобы еще раз подытожить и проработать, если хотите, сделать работу над ошибками, мы не будем глубоко уходить в эту тему, именно в симптомы детализировать их, поэтому не надо мне задавать вопросы о Outcome в горле и так далее, я вас сразу отправлю на базовый курс. Да, поэтому введение в терапию тревожно-фобических расстройств начинается с еще раз общего понимания, что такое неврозы и что такое симптоматика, в кавычках, невротического происхождения. Давайте вот с этого и начнем. Значит, во-первых, надо понимать, что существует великая путаница в терминологиях. Во-первых, вы называете неврозом или симптоматикой чаще всего то, что называется обобщаете. То есть, у вас симптомы, которые многие испытывают, это какие-то физиологические явления. И вы пытаетесь бороться с симптомами. Вы создаете сразу очень глубокую базовую проблему, потому что вы пытаетесь бороться с симптомом. По вашей логике, например, у гриппа есть симптом. Например, насморк. И ваша логика слова «симптом» равно что? Что надо сделать с симптомом? Можно сейчас написать в чате. Елена, решайте вопрос самостоятельно. Я вас очень прошу. Что надо сделать с симптомом? Что надо сделать по логике человека с гриппом с симптомом? Что он обычно делает? Он его либо устраняет, либо его надо убрать, вылечить, либо подождать, пока он сам рассосётся. Логично. Вот, спасибо. Вот здесь как раз-таки, и запишите себе, пожалуйста, первая ошибка заключается в путанице, где вы ставите сами себя в логический тупик. Вы называетесь симптомами в неврозах, в невротических расстройствах, то, что симптомом в этом смысле, с точки зрения гриппа, не является. Соответственно, вы пытаетесь, например, устранить чаще всего те физиологические явления, которые, а, не являются симптомом, и, б, не являются возможными устранениями. Вот это давайте запишем. Что огромное количество жалоб невротических пациентов не могут быть устранены не потому, что это тяжело излечимое заболевание, а потому, что невозможно устранить, например, биение сердца, невозможно устранить экстрасистолы. В ноль. Невозможно устранить определённые нейрофизиологические и прочие функциональные состояния организма, потому что, простите меня, чтобы их устранить, надо, чтобы организм был мёртвый. Поэтому, ставя себе задачу устранить определённую вегетативную активность, устранить определённую какую-то вегетативную, то, что вы называете симптоматику, вы сами себя ставите в тупик. Поэтому давайте запомним и запишем, что в терапии тревожных расстройств не устраняются вегетативные регуляции. Они, а, перестают быть акцентом внимания, и, б, их сила становится наполовину меньше. То есть, тахикардия, экстрасистолы, различные прочие физиологические явления должны и будут сопровождать нас всю жизнь. Вопрос только, смотрите, а и б, будем ли мы концентрироваться тревожно на этом? И, насколько ярко выражено, это будет. То есть, первая ошибка, не ставьте задачу устранить какую-то физиологическую штуку. Ставьте задачу сместить акцент внимания. Надеюсь, это всем понятно. Почему не получается сместить акцент внимания? Пишем. Акцент внимания не получается сместить, потому что есть тревожное расстройство, которое по биологии своей усиливает акцента внимания. Все это понимают. То есть, имея тревожное расстройство, я буду акцентировать внимание на всей физиологии моего тела или на каких-то других обстоятельствах. Не потому, что физиологии или обстоятельства угрожают, а потому, что у меня есть тревожное состояние, которое диктует мне усилить внимание. Поэтому кардиофобия, ипохондрия и прочие-прочие состояния не имеют лечения в природе своей, потому что природа – это усиленная концентрация внимания из-за наличия тревожных состояний. Поэтому правильно лечить, в кавычках, надо тревожное состояние, нивелируя, убирая, которое, соответственно, запускает устранение, концентрацию внимания. Проще говоря, чем выше у вас уровень тревожного состояния, базового, тем выше концентрация внимания на различных физиологиях. Логично? Чем ниже ваше тревожное состояние, тем ниже концентрация на физиологических явлениях. Плюс их ставим, кто это понял. Поэтому ошибка заключается часто в том, что вы пытаетесь устранить то, чего невозможно. Например, пациент концентрируется на работе сердца. И он пытается задаваться огромным количеством вопросов, спасибо, как устранить вот эту вот тахикардию, как устранить экстрасистолы, как устранить гипертонию. Он начнет контролировать гипертонию, контролировать пульс, думает, что его надо контролировать, чтобы быть на самом деле на чеку. Это категорически неверная позиция, потому что концентрация внимания на этой физиологии, она нормальна для тревожных расстройств. Но убрать функционал, на котором вы концентрируетесь, невозможно. Здесь же вторично, запомните это, тоже надо записать, вы наверняка все это помните, что когда человек концентрируется на какой-то физиологической части, помноженной на тревожность, организм откликается на эту тревожность нормальной физиологии тревожности. Проще говоря, у человека есть тревожное расстройство, и он из-за тревожного расстройства концентрируется на работе сердца. Само по себе тревожное расстройство создаёт тахикардию. Ну, предположим, да? Но когда вы концентрируетесь на тахикардии из-за тревожного расстройства, возникает вторичная тревога по поводу тахикардии. И у вас получается тревожное состояние умножается на 2, и вы все уходите в тахикардию, в давление. У вас возникает действительно работа сердца усиленная, не потому что у вас сердце сломалось, а потому что базовая тревога создает концентрацию на сердце, плюс концентрируясь на сердце, вы продаете себе историю, что с сердцем что-то не так. И вот эта повышенная двойная концентрация создает ту физиологию, вы думаете, что у вас инфаркт и инсульт, потому что что-то с сердцем не то. По логике какой? Че оно так сильно бьется? А че не экстрасистово? А че давление? Ответ очень простой. Ёпта, тахикардия, экстрасистолы и давление у тебя абсолютно нормально, потому что, сука, ты беспокоишься. Почему же ты беспокоишься? Невозможно устранить тахикардии, экстрасистолы и давление у человека, который беспокоится. Это невозможно. Поэтому вот эти ушлепки ходят по интернету и пытаются устранить симптоматику в кавычках, а именно физиологию страха и беспокойства, продолжая создавать себе беспокойство. Высказательный знак, кто сейчас понимает, какой херней вы все страдали. Еще раз. Вы пытаетесь устранить физиологию беспокойства, создавая беспокойство. Исследуя интернет, читая симптомы, концентрируя внимание. Как можно устранить физиологию беспокойства, когда вы создаете беспокойство? И еще рассказывайте себе, что что-то вы не выздоравливаете. Простите, от чего? От физиологии беспокойства нельзя выздороветь, вы ее создаете. Я надеюсь, что понятно, да, я сейчас с вами разговариваю? Невозможно устранить СРК, кардиологические дисфункции и прочие вещи, потому что вы находитесь в состоянии беспокойства. И вторичное беспокойство за симптоматику, так называемую. Вот почему у многих не получается это устранить, они думают, что есть какая-то проблема. Еще раз красным подчеркиваем, невозможно устранить экстрасистолы, тахикардию, повышенное давление, дисфункцию желудочно-кишечного тракта, навязчивые мысли, ритуалы и прочую эпохондрическую симптоматику. Потому что она абсолютно уместна от того беспокойства, которое вы создаете. Пишем дальше. Корреляция или закономерность. Чем выше мое беспокойство, тем выше его проявление. Чем ниже мое беспокойство, тем ниже проявление. Вот это в красную рамочку обведите. Соответственно, нет никаких откатов, нет никаких рецидивов, нет никаких повторных инфицирований, неврозам. Есть только одно. Мое беспокойство и его проявление. Все. И второе здесь. Это моя концентрация на проявлении беспокойства. Пишем дальше. Моя основная задача, прекрасно, моя основная задача на начальном этапе. Проверяйте себя. Пишем. Первое. Устранить концентрацию на проявлении, на физиологическом проявлении беспокойства. Еще раз повторю, объясню. Моя основная задача это устранить концентрацию внимания на том, как физиологически проявляется беспокойство. В скобочках. Тахикардия, экстрасистолы, камы в горлах, дисфункция кишечника, какие-то ощущения в теле, головокружение, слабость, шаткость, хуяткость и так далее. Потому что чем больше вашего внимания к этому, тем ярче выражена эта физиология. Я надеюсь, всем это понятно, уже стало даже оленю. Если оленю непонятно, буду разбирать детальней. Итак, первое. Это устранить концентрацию внимания на физиологических проявлениях. Второе. Начать работать над самим созданием базового беспокойства. В скобочках. Выявить вторичное беспокойство. Это то, что касается физиологии. А именно, выявить вторичное беспокойство. А именно, не беспокою ли я сама себя тем, что считают их кардиоопасной. Не беспокою ли я себя тем, что считаю экстрасистолы опасными. Не беспокою ли я себя тем, что считаю мысли и прочие эпохондрические сомнения опасными. Потому что если вы себя беспокоите рассказом, что тахикардия 140 опасна, простите, куда она денется? Как можно устранить тахикардию 140, 150, 160, рассказывая себе, что она опасна? Рассказывая себе, что она опасна, вы ее и создаете. То есть, базовая тахикардия у вас связана с тревожным расстройством. Вы говорите, ой, у меня тахикардия, кажется, это опасно. И вы ее создаете и подпитываете. Поэтому все, что вы подпитываете, это исключительно вопрос вашего интерпретации о том, что это опасно. Если вы считаете вегетатику опасной, она и будет, потому что вы создаете тревогу. Если вы считаете панические атаки опасными, она и будет, потому что вы создаете тревогу. Здесь надо записать. Все, что я считаю опасным и недопустимым, будет создавать мне физиологию тревоги. Поняли, почему вы в тупике многие? Вы пытаетесь справиться с последствиями того, что невозможно устранить. Вы пытаетесь справиться с физиологией последствий того, что является здоровым. Любой человек, интерпретируя опасность или угрозу, испытывает физиологию страха. Вот почему вы в тупике. Я подытожу еще раз. Первое. Вы перестаете концентрировать внимание на том, как проявляется тревога. Вы перестаете думать о комах в горле, о тахикардии, о экстрасистолах, о физиологии. Рассказывая себе одну простую, сука, мать его историю. Это физиология повышенной тревожности. Точка. Это не симптомы. Это не проявление болезни. Это всего лишь на все физиологическое состояние моего беспокойства. И если я не хочу, чтобы оно было, мне надо как можно меньше об этом беспокоиться. Как бы это ни звучало странно. Окей? Если вы хотите устранить тахикардии, экстрасистолы, комфгорле, о станическое состояние, вам надо перестать думать об этом тревожно. Детали в базовом курсе о том, как мы доказываем безопасность. Там паники и так далее. Ну и второй пункт смотрим. Это то, что является базовым. То, что является базовой основой тревожного расстройства. То, для чего мы здесь сегодня собрались. И вообще на сезоне. Понятно? Всем вот этот первый базовый тезис ясен. Почему многие люди ходят по кругу? Потому что они пытаются устранить ту физиологию беспокойства, которое они сами а создают, рассказывая себе, что эта физиология симптом невроза, ёпта. Да не симптом это невроза. Это симптом вашего беспокойства, которое вы сами создаете, считая эту физиологию опасной. Надеюсь, сейчас всем это стало ясно. Здесь подсказочка для вот таких вот людей. Давайте по скриптам или на полях там, где хотите. Задайте себе вопрос. Почему я считаю... Пишем, пишем, пишем. Задайте себе вопрос. Это вам всем полезно будет. Почему я считаю данную физиологию опасной? Не поленитесь, напишите этот вопрос. Почему я считаю данную физиологию опасной? И ответьте на него после занятия сегодня честно. И если вы находитесь на определенном этапе, то вы увидите два варианта ответов. Базовый невротик ответит так, что от этого я могу умереть, потому что это может быть опасно тем-то, тем-то, это может быть опасно тем-то, тем-то. Вот когда вы выпишите, да, вот эту вот историю, чем опасны эти физиологии, то, что вы называете симптомами, да, там, потеряя контроль, да, обведите все это фигурной скобочкой и напишите большими, мать его, красными буквами. Именно, пишем. Хватит, блядь, комментировать, заебали. Пишем. Именно от этого верования в опасность этой физиологии я и создаю эту физиологию. Ребята, подробнее, блядь, уже некуда. Это прям вот Андрон Николайдер, блядь, мы расщепили. Еще раз. Именно от верования в опасность этой физиологии я и создаю эту физиологию. Обведите, мать его, это красным. Невозможно устранить экстрасистилотахикардию, веря в ее опасность. Невозможно устранить навязчивые мысли, кого-нибудь пиздануть ножами, веря, что это возможно. Невозможно устранить ком в горле, пока ты, блядь, думаешь, что я задохнусь или нет, там ком в горле. Невозможно устранить какую-то физиологию, думая об этом, как угроза. Невозможно устранить страх обосраться в общественном транспорте, веря, сука, что это возможно. Восклицательный знак, кто это понял наконец-то. Вот базовая ошибка ваша в чем. Вот почему вы, сука, годами ходите по кругу, не можа понять, что у меня такое с организмом-то. Вроде все понимаю. А, вы что понимаете? Вы считаете, что это действительно опасно, угрожает, поэтому оно с вами и ходит. Надеюсь, вы это поняли. Отчеркнули. Значит, хорошо. Здесь по скриптам еще один. Чтобы объяснить и доказать себе безопасность, потребуется образовательная часть и поведенческая терапия. Это вот welcome на базовый курс. Надеюсь, все там были и все это знают. Но я должен на первом занятии это было рассказать. Окей? Супер. Идем дальше. Роберт, здесь пауза. И это на YouTube. С момента начала лекции. С момента начала вот этих базовых знаний. Отмотай, пожалуйста. Спасибо. А мы с вами идем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok